Сейсмические волны Сейсмические волны Можно не без оснований предположить, что сейсмическая активность является генератором акустических волн с частотами, резонирующими в дольменной камере. В результате еще одного эксперимента мы практически собрались определить, какие именно низкочастотные колебания присутствуют в дольмене, вне дольмена и поблизости от него. Для создания комплексной картины и выявления возможного аномального поведения геофизических полей вблизи дольмена мы использовали алярм сейсма, также используемая для мониторинга сейсмической активности в области электромагнитных частот. По результатам математической обработки полученных акустических записей мы можем судить, является ли дольмен акустическим преобразователем или нет. Наличие сероводородного источника неподалеку говорит о живости тектонического нарушения, разлома. С помощью сейсмической станции Дельтагеон мы попробуем оценить уровень микросейсмического шума вблизи дольмена. Киевский геолог Ростислав Фурдуй совместил карту-схему распространения дольменов на Западном Кавказе и геологическую карту Кавказа, составленную академиком Наливкиным. Около 70% дольменов оказались нанизаны как бусы на нитки, на геологические разломы, что не является статистической ошибкой. Наиболее часто на Кавказе встречаются дольмены, периметр камеры которых составляет 720, 1035 и 472 см. Если рассмотреть камеры дольменов как объемные акустические полости, то, согласно предположению Фурдуя, резонансные частоты этих камер составят 23, 16 и 35 Гц. Согласно экспертной оценке специалистов кафедры акустики Южного федерального университета, геометрическая форма дольменов представляет собой акустическое устройство. Отражаясь от стенок дольмена, звуковые колебания определенной частоты накладываются друг на друга и резонируют, усиливаются. Помимо этого, дольмен может являться низкочастотным фильтром, ослабляя колебания других частот. Практические измерения показали, что для дольмена-монолита получена резонирующая частота 2,8 Гц. Он действительно гудит. Учитывая особенности строения дольмена, можно предположить, что если поместить человека внутрь камеры и закрыть его там пробкой, то этот человек лишается внешних раздражителей. Таким образом можно достичь измененного состояния сознания. Гипотезу о сакральном значении дольмена можно экстраполировать и на этот дольмен-монолит, рядом с которым находится источник сероводородной воды. Химический анализ показал, что вода идет из глубины как минимум 300 метров, и здесь находится активный разлом земной коры. Попадая в новые места, человеческий организм перестраивается. Соответственно, меняются и частотные характеристики различных органов и систем организма. В настоящее время около дольменов обнаружены физические аномалии, оказывающие влияние на поведение людей и животных. Форма кавказских дольменов позволяет предположить, что они являются акустическими резонаторами и могут воздействовать на человека как физиотерапевтические приборы. Человек, находясь рядом или внутри дольмена, может испытывать эффекты, такие же, как при физиотерапевтических процедурах. Могут наблюдаться как слабость, головокружение, а также какие-то терапевтические эффекты. Данные, представленные в фильме, можно характеризовать как результат воздействия на человека акустических сигналов. Частоты этих сигналов лежат в неслышимого диапазона. Основные эффекты воздействия сводятся к реакции вегетативной нервной системы. Можно предположить и наличие эффектов со стороны центральной нервной системы и поведенческих реакций. Почему же все-таки дольмены оказывают влияние на людей? Небольшая отгадка этому пришла в последний день, когда мимо проходила большая группа туристов. Одна женщина подошла и сказала следующую фразу. Я в городе вся такая забеганная, сил у меня мало, а сюда прихожу, постою у дольмена, подумаю, и сразу мне хорошо, и силы приходят, и голова ясная. Я думаю, что именно в этом и состоит точка остановки человека в нашем современном быстротечном времени. В последнее время резко возрос интерес к мегалитическим сооружениям во всем мире, ну, в частности, к дольменам. Северный Кавказ в этом отношении, очевидно, единственное место на Земле, где они сохранились в таком количестве и в такой степени сохранности, в которой мы их наблюдаем. На Дольмене и монолите у реки Годлик тряпочно-земельный неоязыческий культ в самом разгаре. Появился ритуал выкапывания земли из-под дольмена, выдалбливание кусочков камней из него, что привело только за время съемок фильма к уничтожению пола в камере дольмена. О выдалбливании надписей на Дольмене и говорить не приходится. Временной разброс этих новоявленных петроглифов уже составляет около века. Тема дольменов очень сильно актуализировалась. И при этом гипотезы строятся самые фантастические. От мест дозаправки инопланетных НЛО до мест медитации просветленных землян. Из дольменов устроены места чуть ли не ежедневных шабашей различных сектантов. Продолжение следует... Многие люди считают, что если бросить монетку, то это приносит удачу. Такой вот появился ритуал. Люди пытаются загадать желание, кидают монетку и уходят. После них приходится все это выгребать. Особых денег это не приносит, но тем не менее, такое вот существует явление. Наступило 1 января 2008 года. Новый год уже зафиксирован на века на этом дольмене. ДОЛМЕН 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 В России, на Кавказе, даже во время съемок интервью, разгоряченные магией дольмена люди устраивали тантрические танцы. Не зная о смысле, вложенном в создание дольмена, можно представить, какое язычество творилось здесь, в далеком прошлом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Дольменов на людей. Те реакции, которые наблюдаются у взрослых людей, выходясь рядом с дольменом, чисто субъективные и зависят от того, что они прочитали, знали о дольменах до того, и чего не ожидали увидеть, и в степени внушаемости, так скажем, этих людей. Однако я столкнулся с тем фактом, что дети начинают себя вести странным образом, жаловаться на появление головных болей. А поскольку дети не подвергаются первичным психологическим установкам до определенного возраста, это как бы меня насторожило и зародило интерес к исследованиям такого рода. Помимо непосредственного влияния электромагнитных волн на центральную нервную систему человека, мы предполагаем, что неким образом воздействуют и газы, выходящие из глубин Земли рядом с источниками воды, которые непосредственно находятся у дольменов. Указанные механизмы приводят к изменению физиологических процессов, протекающих непосредственно в клетках человеческого организма. Перед проведением эксперимента всем его участникам натощак были сделаны общий и биохимический анализ крови, измерены артериальное давление и пульс. После проведения эксперимента все участники отметили повышение общего тонуса, прилив сил, повышение работоспособности. Артериальное давление у всех было на верхней границе нормы. Некоторые отмечали даже легкую эйфорию и возбуждение. Опыт продолжался около 4 часов возле дольмена. Интересным оказался тот факт, что у всех семи испытуемых уровень глюкозы после пребывания у дольменов вырос, равно как и вырос уровень содержания тромбоцитов. Данные, полученные в эксперименте, говорят о том, что пребывание у дольмена носит некий гармонизирующий, легкий стимулирующий характер. По результатам, которые были получены коллегами санатория Чимитакваджа, было установлено, что есть некое влияние на организм человека, на его физиологические процессы при воздействии дольмена. На нашей кафедре инфекционной технологии мы проводили исследование двух образцов дистиллированной воды. Причем один из образцов был помещен в дольмены и находился там сутки. Мы сняли спектральное распределение при помощи инфракрасного фурьер-спектрометра СС-2000М. Мы выявили две области, в которых можно четко утверждать, что эти два распределения различны. Спектр изменений, полученных в опытах с водой, очень близок к лучам Гурвича в диапазоне от 190 до 330 нанометров. Биолог Александр Гурвич описывает клетку как идеальную биохимическую систему, состоящую еще и около 80% из воды. Состояние этой воды решает в конечном итоге все. Полученные результаты теоретически могут свидетельствовать о том, что вода, побывавшая в дольмене, может инициировать и стимулировать процесс деления клеток. Была проведена обработка этой водой дрожжей. Повреждающее действие на тест культуры, в частности на дрожжи, кишечную палочку и болгарскую палочку, ну и, по-видимому, масса других микроорганизмов, может быть вызвано как воздействием радиационного излучения, магнитного излучения, воздействием радона. По-видимому, здесь существует некое комплексное воздействие негативных факторов на жизнедеятельность вот этих тест-культур. Потому что подобная микрофлора содержится у нас в желудочно-кишечном тракте. По-видимому, и воздействие на человеческий организм дольмены, безусловно, оказывают. Некоторые люди приносят пищу в дольмен, заряжают ее. Значит, это во вред? Но не на пользу, это точно. У адыгов, коренных жителей этой территории, существует очень много легенд, связанных с дольменами. Когда-то на этой территории жили богатыри и карлики. И богатыри имели жилище, а вот карлики мокли под дождем. Поэтому богатыри изготовили для карликов вот такие дома, в которые они въезжали на зайцы. КОНЕЦ 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 ВЕЛИКАНЫ И В БИБЛИЯ В шестой главе книги «Бытия» есть следующие строки. В то время были на земле исполины. Это сильные, издревле славные люди. В теологии признается, что великаны – лишь отражение до библейских мифов и сказаний. Много исполинов упоминается в легендах древних бритов, повествующих о короле Артуре, рыцарях Круглого стола и строительстве знаменитого Стоунхенджа. Сейчас новые легенды появляются, чего стоят только байки, которые рассказывают всеизвестные нынче анастасиевцы. Ну, например, что переносится будто бы плита этого дольмена силой духа. Нужно было всему племени сесть возле этой плиты и хорошенечко думать о том, что хорошо бы, чтобы плита поднялась и перелетела на нужное место. Если все думали целенаправленно, никто не халтурил, то плита, естественно, поднималась и низехонько летела, устанавливалась на нужное место. В общем, кто во что граст. Множество каменных артефактов разбросано по всему миру. Один из них мы обнаружили в Сочи. Это черкесский камень. Он находится у поселка Кудепста возле небольшой рощи пробкового дуба. В народе его называют Кудепстинский камень. Считается, что древность этого мегалита вызывала у горцев почтительное отношение к нему, быть может, даже обожествление с включением камня в их ритуалы. Как бы там ни было, вероятно, именно это обстоятельство и позволило Кудепстинскому камню сохраниться в целости до нашего времени. Перед нами уникальное сооружение каменного века – саркофаг. Уникальность этого сооружения в том, что на сегодняшний день оно единственное, обнаруженное на территории Северного Кавказа. Иначе перед нами элемент культуры эпохи неолита. Подобный саркофаг имеет аналоги в египетской культуре, да и во многих культурах Малой Азии. Захоронение по принципу надгробия, которое сверху закрывалось каменной плитой. К сожалению, каменная плита не сохранилась, она была разрушена во время строительства линии электропередач. Но сохранилась нижняя часть саркофага с фасками, которые здесь четко просматриваются. Рост человека, метр шестьдесят, говорит о том, что это были люди-карлики. И подобные упоминания мы встречаем и в адыгском, и абхазском эпосе. Это и ацаны, если брать абхазский эпос, это и люди-карлики, если брать адыгский эпос. Несомненно, подобная культура – это одно из звеньев дольменной культуры. Быть может, это был первоначальный обряд захоронения сначала в некую гробницу, а затем перемещение в дольмен. Субтитры создавал DimaTorzok Подобные предположения, несомненно, имеют право на жизнь. Однако есть странные, если не сказать буквальные, совпадения особенностей лазаревского камня с полюшерами Франции. Наличие параллельных бороздок на его поверхности явно искусственного происхождения, которые, как выяснили французские ученые, использовались людьми той эпохи для заточки каменных, а может и бронзовых орудий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и для этого рода штрих на гнев, доставки недостатков параллельных бороздок Субтитры создавал DimaTorzok Vancouver kapка väx gives побошее stamped Возвращение следует, а затем у него и для других церквей. Возвращение следует, который продавал его территорию, и написал, что если Менир был создавал, то, что если Менир был создавал, то он был создавал. Поэтому, возвращаясь к месту, чтобы не были уничтожены эти мениры, они христианизировали, создавая маленькая кроя из петли на менире. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Этих памятников культуры Самые, пожалуй, уникальные дольмены У нас обнаружены все-таки в долине реки Аше Там обнаружены разновременные памятники Начиная от эпохи Палеолита И заканчивая эпохой Бронзы Естественно, самыми яркими объектами На этой территории являются дольмены Несколько лет назад нам удалось спасти целую группу дольменов Дело в том, что вовремя сообщили Органы охраны памятников Местные жители Которые увидели, что тянули газопровод Через группу дольменов И вовремя нам удалось пресечь вот эти действия И вы знаете, организация, которая занималась устройством газопровода Пересмотрела свой проект Они переделали всю документацию И, естественно, обошли своим строительством эту группу дольменов Отношение к памятникам истории культуры Отношение к историко-культурному наследию своего народа Наверное, это показатель уровня общей культуры государства Мы знаем разные образцы отношения к памятникам истории культуры Знаем о том, что в Афганистане взрывали мировое историко-культурное наследие Мы знаем и хорошие образцы отношения к истории своего народа Во Франции, Германии и в Англии Где находятся такие же сооружения, как и у нас Памятники дольменной мегалитической культуры И нам, наверное, нужно стремиться к лучшим образцам цивилизации Этот дольмен оказался на территории музея истории города-курорта Сочи В 2003 году Чтобы перевести вот такое достаточно мощное сооружение Понадобились большие силы и, конечно же, техника Родина его – Лазаревский район Большого Сочи В начале 70-х годов он был перенесен в самый центр города-курорта Сочи Для того, чтобы жители и гости курорта, прежде всего, могли лучше рассмотреть этот дольмен Переносили в центр Сочи этот дольмен не специалисты, археологи, а простые строители Которые фрагменты этого дольмена утратили И, несмотря на это, археологи попытались с большой точностью установить все части Все фрагменты этого дольмена Сегодня нам кажется, что он нашел свое место рядом с храмом Мус, рядом с музеем Потому что цель всех музеев, и нашего в том числе, сохранить историко-культурное наследие И сегодня мы его тщательно охраняем, этот дольмен И здесь люди могут познакомиться с подлинным, объемным, крупным мегалитическим сооружением Главная задача сейчас – сохранить дольмены Потому что очень уж распространилось сейчас кладоискательство Люди обзавелись металлоискателями, прочей аппаратурой И это просто настоящее бедство И уничтожается не только дольмена, но и множество курганов Множество крепостей, которые расположены в окрестностях Сочи, храмы Здесь множество археологических памятников И они сильно сейчас страдают от кладоискателей Есть гипотеза о связи строителей дольменов с Египтом, с Древним Египтом Поэтому для того, чтобы ответить конкретно на этот вопрос Необходимо провести анализ дольменов всего мира И сделать выводы какие-то комплексные В экспозиции нашего музея хранятся уникальные находки Обнаруженные в дольменах Сочинского региона Считалось, что эти вещи пригодятся умершему и в той загробной жизни Мамедовское ущелье широко известно дольменам-пирамидой Совершенно уникальным в своем роде Нам не встречались сооружения, подобные этому Так похожему на кавказскую уменьшенную копию пирамид Египта Субтитры подогнал «Симон» Далее мы отправились в верхнюю часть Мамедовского ущелья Обнаружив там еще один интересный дольмен Осмотрев дольмен, обнаружили, что он обладает определенной уникальностью Уникальностью его является, во-первых, инфраструктура, которая находится рядом с ним Прилижащие эти камни, находящиеся в каком-то непонятном до сих пор нам еще расположении Но, возможно, они имели ритуальное значение Это так называемый дольмен с двориком Но самым большим сюрпризом был обнаруженный камень с петроглифами Мы просто не знаем той группы археологов, которые нашли и, возможно, откопали, восстановили этот дольмен Надписи же действительно могут свидетельствовать о древности и культовости места Весь вопрос, какой древности и какой культуры Этому дому и двору, где находится дольмен, уже более ста лет Его, как и весь аул Шхафит, построили переселенцы из других аулов после окончания Кавказской войны В 1774 году Горцы всегда с почтением относились к памятникам своих предшественников Прадед приспособил его для хозяйственных нужд Сушил кукурузу на дольмене За все время, которое мы живем в этом дворе Не было ни одного случая, чтобы собаки или кошки зашли в дольмен Хоть на какое-то непродолжительное время Дети пытались затаскивать животных в дольмен, но они выскакивали оттуда, как угорелые Трещины появились на дольмене, которых раньше не было Небольшая трещинка прорастает все больше и больше Красные пятна на дольмене Тоже нас очень заинтересовали Потому что они появились впервые около пяти лет назад За это время они стали еще больше Теперь покрывают уже практически всю плиту дольмена С чем это связано, тоже непонятно И хотелось бы понять, почему это происходит Вероятно, все дело в человеческом влиянии Засевая дольмен спорами и микробами В конечном итоге он его разрушит окончательно Во время путешествия по горам Кавказа в Адыгея Мы случайно обнаружили в дольмене домики летучих мышей Сам дольмен с квадратным отверстием похож на сказочную избушку В которой все из камня Забавная пара спящих ультразвуковых сканеров Похоже, давно облюбовала крышу дольмена Используя его как дом на день Этим живым существам здесь, вероятно, комфортно И они используют этот дольмен как естественное укрытие ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Необходимо и дальше всесторонне исследовать дольмены Кавказа Поэтому в ходе съемок и было проведено GPS-картирование Обнаруженных автором фильма дольменов С целью определения их точного месторасположения И создания видеорхива мирового наследия Виртуальная карта дольменов мира Способна значительно облегчить доступ к ним Специалистам и путешественникам Дольмены нуждаются в срочной защите От сектантов и от создания на их месте Языческих поклонений С неминуемым разрушением мегалитов Эта ценность может быть утрачена уже сегодня Слабо контролируемая государством Коммерциализация мест расположения дольменов Не оберегает их от разрушения В зима не лишь денег с туристов Разбирающих дольмен на сувениры и амулеты Это путь деградации человечества Я думаю, очень много будет загадок еще открыто в исследовании дольмены Но то, что это первоклассные памятники истории, культуры, религии Это однозначно Кроме того, это же еще и самое начало архитектуры Ведь, по сути, дольмен – это первое каменное сооружение, построенное людьми И здесь отработаны уже элементы архитектурные Которые потом на всем протяжении человечества используют строители Это перекрытия, это порталы И очень много других архитектурных приемов Я думаю, что ценность дольмены велика Как культурного памятника И как точки остановки в жизни человека Где он задумывается о вечности Работа археолога, она сравни работе исследователя Который выдвигает гипотезу А затем ее обязан либо доказать, либо опровергнуть Так вот, вот эти исследователи, дилетанты Которые выдвигают гипотезы Они порой нам подсказывают очень интересные пути этих исследований Наша задача уже профессионально это все либо опровергнуть, либо доказать Что думает человек, подходя к дольмену? Возможно, он вызывает удивление и вопросы Как можно было построить его теми примитивными средствами? И для чего он был построен? Древность – это нечто загадочное Древность – это нечто ранимое То, что нужно охранять Вот такое было понятие у людей Сегодня более прагматичное поколение Которое задает, прежде всего, вопрос А для чего это нужно? Зачем нужны эти памятники? В Марковине когда-то была мечта Когда он начинал исследовать дольмены Посетить все дольмены Оказалось, что это невозможность за всю жизнь исследователя Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»